Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Звезда на звезде» и у меня в гостях писатель, публицист, драматург, главный редактор литературной газеты Юрий Поляков. Юрий Михайлович, добрый вечер. Творческая общественность взбудоражена выступлением Константина Аркадьевича Райкина на Союзе театральных деятелей, на съезде Союза, и последовало огромное количество как критических выступлений, так и выступлений в поддержку его опасения в отношении цензуры. Мне безумно интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Где-то, наверное, в году 78-79 я, будучи инструктором Бауманского райкома комсомола, что потом описал в поясе чипа районного масштаба. Помогали молодому артисту Райкину? Помогал молодому артисту Райкину писать выступление на отчетно-выборную конференцию районной организации. И надо сказать, что с тех пор он сильно вырос, судя по вот этому выступлению, хотя, может быть, ему его кто-то помогал писать. Вы знаете, у меня сложное ощущение от этих выступлений. С одной стороны, в общем, конечно, всегда любые творческие люди, они должны биться за максимальную самостоятельность и невмешательство в их, значит, работу власти. Это абсолютно правильно, и здесь я с ним согласен. Но, понимаете, вот лично я, вот этой цензурой, о которой он говорит, о наступлении, я не чувствую. У меня в театре сатиры идет комедия на аншлагах, и, в общем, такая достаточно, она популярна, называется «Чемоданчик». Это комедия очень ехидная о том, как у президента Российской Федерации украли ядерный чемоданчик. И... Да, она такая не ехидная, она сатирическая. Ну, это сатира. Это настоящая сатира. Смотрите, тут же ведь разговор идет не о том, что нету сатиры, хотя некоторые поговаривают, что сатиры мало, а политзаключенные есть. Цитирую. Вот. Нет, разговор же идет о том, что появилось огромное количество обиженных, легко ранимых людей. Это социальные группы, которые, собственно говоря, и выражают какое-то мнение. И художник Райкем, и многие за ним, негодуют, почему этих людей волнует какое-то культурное произведение, произведение культуры, а не мздоимство, воровство, коррупция, вранье. Дело в том, что во многом вот те деятели культуры, которые сейчас возмущаются, они виноваты сами. Потому что вспомните 90-е годы, когда, в общем-то, большая часть страны обнищала, когда разрыв между богатыми и бедными был чудовищный, когда стреляли на улицы. И тогда именно эти люди говорили, что не надо на это обращать внимание. Это, так сказать, вот это не главное в том, что происходит. Вот давайте мы лучше говорить на общечеловеческие темы и так далее. И именно тогда театр, включая Райкина, Калягина, Табакова, Захарова, театр, небывалый случай в истории русского театра, ушел из социально-нравственной сферы. Они занимались экспериментом, они занимались катанием этого куня, так сказать, значит, которого смотришь, смеешься, потом вышел, а про что я смеялся-то вообще и забыл. Вот. Они приучили зрителя к тому, что социальная проблематика – это неприлично, это не камильфо. Ну, нельзя, по-моему, так… Понимаете? А теперь они наступили, это моя точка зрения, наступили на эти грабли. Кроме того, посмотрите репертуары всех этих вот названных мною, так сказать, художественных руководителей. Там же современной России нет. Нет. Первая пьеса о современной, на российском материале, которую поставил тот же Райки, называется «Все оттенки голубого». Понимаете? Я думаю, это не главное. Понимаете, мы долго отучали искусство смотреть на жизнь сквозь розовые очки, но не для того же отучали, чтобы смотреть на нее сквозь голубые очки. Согласитесь? И когда вдруг по чисто финансовому вопросу, значит, Константин Аркадьевич возбуждается и начинает обвинять всех в наступлении цензуры, я у него спрашиваю, а где вы раньше-то были? А почему вас только взламывалось сейчас, когда вам перестало хватать денег на содержание театра? Я бы так хотел отчистить попытку понять крик художника от материального голода, если это возможно. Тот же разговор идет о том, насколько действительно государство может ограничивать свободу художника. Государственное регулирование культуры. Правильно ли это в 21 веке? Речь идет не о государственном регулировании. Здесь, так сказать, идет такое передергивание. Речь идет со всех сторон. Абсолютно, да. Потому что при молчаливом попутствительстве государства хулиганы, прыскающие желтой жидкостью в картины. Правильно. Но до этого при поощрении государства рисовали, так сказать, фаллические символы на разводных мостах. И за это еще министерство культуры премия за это дало тогда группе «Война». Ну, по-моему, не за это, а за совокупность каких-то других акций. Понимаете, да? Вот. Кроме того, я вам напомню, ведь те же самые люди, которые сейчас возмущаются, допустим, тем, что чучело уважаемого мной, значит, Александра Александровича Солженицына повесили на музее, они же активно поддерживали тех кощунец, которые танцевали в храме. Они говорили, это перформанс, это искусство. И они воспитали новое поколение, для которых теперь перформанс брызгать мочой на фотографии и вешать чучело классика отечественной литературы на этом. Ребят, ну вы сами этот процесс начали. Вы сами сняли табу, вот, скажем, в вопросах столкновения мнений об искусстве. Понимаете? И почему вы все время отправляете в бордель, так сказать, значит, Христа? И почему у вас, как бы, если продажные и так далее, то у вас обязательно православные, так сказать, священники. Я думаю, что просто мусульманского побоятся тронуть, потому что просто голову оторвут на следующий день, и все, понимаете? Поэтому как бы все на батьках сосредоточились. Там другие разборки, да. Сейчас же ничем не рискуют, понимаете? Ничем не рискуют. Вот. И вот это меня... Дело в том, что сейчас цензура другая. Сейчас цензура корпоративно-тусовочная. Когда если ты... Идем модно? Или не идем не модно? Даже не это. Вот если ты по своим взглядам не вписываешься в, скажем, во взгляды вот этой, например, потусовки, неважно, либеральной, патриотической, вот, ты для них не существуешь. У меня одна, значит, критик Гесса написала рецензию на мой роман «Гипсовый трубач». И по наивности понесла его в журнал «Знамя». И там ей сказали, запомните, писателя по фамилии Пуляков для нашего журнала не существует. Вот это цензура, это что, Кремль им диктует? Это с какого момента такая... Это с момента, вот, как раз выхода моего демгородка, где я, так сказать, весьма скептически отнесся вот к способу реформирования страны через колено. И это со времен вот моей статьи оппозиция умерла, да здравствует оппозиция, в 93-м году против расстрела Белого дома. В Костомольской правде это была статья, даже закрывали газету из-за нее. Вот с этого момента я попал в какой-то черный либеральный список. И, так сказать, все там просто делают вид, что такого писателя нет. Это очень сильная цензура, но она не государственная, понимаете? А в недавней статье «Травматология российской действительности» вы поставили диагноз. А вот как публицист, а как доктор, рецепт какой-то вы обществу и власти и действительности российской выписали? Понимаете, все-таки писатель, это он все-таки такой больше диагност. Он вот какой-то ставит диагноз, а уже, конечно, разрабатывать вот это комплексное лечение, это уже, конечно, должны вместе политики, экономисты, я не знаю, специалисты, если касается какой-то конкретной области просвещения или, я не знаю, сферы культуры. Но, в общем-то, это, да, статья, ее полное название было «Ее мобиль» или «Перелетная элита». Вот. И я там действительно как-то с грустью констатировал, что в результате вот всех 25-летней нашей истории мы получили элиту, которой глубоко наплевать на судьбу страны и народа, который, так сказать, здесь живет. И это настолько, так сказать, очевидно, что просто дух захватывает. Слушайте, но ведь на самом деле это, будем даже так говорить, финансовая элита и является основным героем ваших литературных произведений. То есть это бизнесмены, которые, по большому счету, за богатство свое, за стяжательство, расплатились моральным крахом. Да. И у вас такое ощущение, что просматривается прям какая-то чуть ли не классовая ненависть к ним. Ну, в общем-то, она и есть классовая, потому что классовые отношения никто не отменял. Понимаете, то, что мы не стали абсолютизировать Маркса и Ленина с их классовым подходом, это не значит, что классовые отношения и классовой розни в обществе нет. Она есть. И чем будет дальше расслоение у нас, тем эта рознь будет больше. И понимаете, ведь тут в чем дело, что вот эти люди, которые, в общем-то, стали абсолютно, ну, грубо говоря, незаслуженные, большинство из них стали богатыми. Кто-то, так сказать, оказался при банке в это время, у кого-то в ЦК работал, так сказать, тесть, третий там еще что-то, четвертый. Пятое. Они все это получив, они стали презирать бедных. Хотя, собственно говоря, для того, чтобы стать богатыми, они ничего не сделали. Ну, исключая там крутых бандитов, которые просто перешли из... С общаками перешли, значит, вот в положение богатых. И вот это презрение, оно ведь чувствуется во всем абсолютно. И там, ну, то, что у них там дети гоняют на всех этих, так сказать, Геленвагенах, так сказать, и им плевать, так сказать, на всех, это мелочь. Главное не в этом. Главное в том, что вот... Ну, как они так воспитаны. Это да, это да. Но это как бы такой, знаете, вот такой маленький противный цветочек наверху. А суть-то заключается в том, суть в корнях, в том, что выкачиваются из нашей земли недра, так сказать, там все наши возможности. Это же все уходит. Это не работает на страну. У вас же была удивительная возможность сделать номенклатурную карьеру. Да. Вы вместо этого стали писать обличительные художественные произведения. Было дело. И вместо того, чтобы использовать Бауманский райком как старт в большую финансовую структуру и в дальнейшем делешь российских... Ходорковский, кстати, Ходорковский работал в Бауманском районе. Я знаю. Значит, вот вы как-то увлеклись писательством. Но у вас же было искушение, по-моему, министерского поста. Или это легенды? Нет, это не легенды. Это не легенды, да. Нет, я был в коротком списке. То есть до как бы самого, значит, уже не дошло. Вот. Меня, кстати говоря, действительно всю жизнь искушали вот этими постами, значит, и меня звали и в Горком партии, и в ЦК комсомола работать. Очень удивлялись, когда я отказывался. Вот. И с министерским этим было очень смешно. Когда мне позвонили и сказали, говорит, Юрий Михайлович, мы вас просим эти несколько дней никуда не уезжать, потому что может быть собеседование на самом высоком уровне. Кремль. Я, значит, лежу, я всю ночь не спал. Я представил себе. Вот меня назначают министром. Ты же себе уже не принадлежишь. А я роман только что начал. Это, знаешь, это сплошные полеты, разъезды. Это все надо отвечать. Все это. А если я выпью и что-нибудь скажу на высоком уровне, ерунду, тогда что будет. Вот. И, в общем, я промучился. И уже жена говорит, что с тобой? Я говорю, кошмар. Кажется, все кончено. Все кончено. И вдруг я включаю утром телевизор и представляю Тавдеева. И вот, поверьте, я просто от радости крепко выпил, что эта чаша меня минала. Потому что, конечно, я, так сказать, по природе свой писатель. По своей природе писатель. Это для меня главное. И всем остальным я занимаюсь уже во вторую очередь. Заключением литературной газеты. Я не был комсомольцем. В 88-м году, после ЧП районного масштаба, вообще ведь основы организации сильно пошатнулись, благодаря Юрию Полякову. Я помню, как мы это обсуждали в студенческие годы. Прямо обсуждали. И мы так предлагали молодые рьяные упразднить комсомольскую организацию в институте. Потому что художник должен быть свободным. Но вы, наверное, все-таки больше ориентирулись на фильм Снежкина, который, кстати, тоже не был никогда комсомольцем, чем на повесть. Повести у меня эти вещи прописаны гораздо тоньше. После прочтения повести желания разогнать комсомол не возникает. А после фильма, я помню, как с премьеры выходили люди и говорили, расстреливать надо этих комсомольцам. Это уже спасибо Сереже Снежкину, который тоже комсомольцам не было. А, хорошо. Ведь впервые вы подняли тему жесткой дедовщины в армии. В 100 дней до приказа. У вас был какой-то личный опыт? Конечно, я служил в армии, как всякий нормальный советский юноша. И попали под вот такую раздачу? Попал под этот период. Под дедовскую? Я служил в артиллерии, в группе советских войск Германии, между прочим, в Олимпийской деревне, где в 1936 году, была Олимпийская, Олимпийские игры в Германии, которую в этом году... Это же элитка, это же зарубежные наши... С одной стороны, это элитка. Контингент. Нет, но я солдатом служил, я не офицером служил. Поэтому элитка вся заключала в том, что сапоги были не кирзовые, а яловые, но зато за территорию никаких увольнительных, никаких отпусков домой, и ты ходишь на трех гектарах земли, весь срок службы. И от скуки происходили вот... Почему от скуки? Это не от скуки, это сложный процесс, вообще, вот это вот стремление жестоко структурировать. Это шло из зоны, это началось, когда была большая амнистия, и призвали амнистированных в армию, они туда принесли отношения зоны, это хрущевские фокусы. Вот, это отдельный разговор, я сейчас хочу о другом рассказать. Понимаете, в чем дело? Ведь писатель, он как раз традиционно в нашей однопартийной системе писатель, и вообще литература была своего рода оппозицией его величества. Понимаете? Ну так. И мы как раз, мы высказывали то, что должна была высказывать политическая оппозиция. И надо отметить, что власть реагировала на эти вещи. Ведь, допустим, после сельской прозы, деревенской прозы, был принят постановление о подъеме нечерноземья и так далее. Так вот, и с армией там тоже уже, так сказать, люди понимали, и военные, и большие, они понимали, что нельзя скрывать дедовщину. Ну, глупо. Каждый год 500 тысяч демобилизованных приходят и рассказывают так, как там это. А в фильмах, прекрасный фильм с Костолевским, значит, весенний призыв был. Но там же нет такой армии, которая там описана. Нет, были такие части. Ну, может быть, но мне не повезло. Если был хороший взводный, хороший ротный, там она имела чисто ритуальные, так сказать, дедовщины. Ну, в общем, получается, что вам досталось. Мне досталось, но расскажу вам очень важный момент. И власть поняла, когда вещи я написал, ее, конечно, уже запретили, там, военный цензор не пропустила. А потом они начали чесать реп после очередных каких-то там самоубийств в армии и пришли к решению, что надо в 84-м году напечатать в двух номерах советского воина, вот, 100 дней до приказа, обсудить во всех частях, обсудить в журнале, дать мне там за излишество, но, скажем, легализировать проблему. И было специально... Это же очень мудро. Правильно. Было специальное заседание Главпура, на котором должно было принять... Так, коллегиально же все решали. Вот. И вдруг встает один генерал, многозвездный, заместитель начальника Главпура и говорит, я категорически против, это нанесет ущерб нашим боеспособности. Если вы примете сейчас это решение, я напишу особое мнение в политбюро. Ну, они что, больные с политбюро связываться? А теперь фамилия этого генерала Волкогона. Это именно тот генерал, который... Советская армия, который первым встал на сторону, так сказать, победившего Ельцина, написал книги, так сказать, значит, о том, что советская власть это был один кошмар и ужас и так далее, и так далее. И невольно задумываешься о том, что не было ли все-таки в тогдашней верхушке людей заинтересовано в доведении недостатков советского, так сказать, режима до абсурда, до саморазрушительного абсурда. Чтобы начать все заново на тех же руководящих. Конечно, конечно. Я думаю, что такая пятая колонна была. Как вы относитесь к изменениям в армейской службе сегодня? К реформированию армии, которая, в общем, проходит и достаточно успешно. Ну, я вам хочу сказать, что я вот снова стал, значит, членом общественного совета при вот министре обороны. Какое-то время назад я им был, потом, значит, была пауза. Вот. И, в общем, опять так активно включился в эту работу. Я считаю, что как раз вот сейчас делается правильно. Вот от этой идеи сделать армию мгновенно профессиональной отказались, потому что это невозможно. С другой стороны, действительно, техника так усложнилась, что солдат-срочник просто ее не способен освоить. Вот. Даже у нас, вот я на этих самоходных установках служил, даже мне сказали, а, парень, ты служишь год после института, ты ничего не успеешь, поэтому будешь заряжающим с грунта, подавай чушки вот эти 60-килограммовые. И я, значит, подавал эти чушки. Вот. Это правильно, потому что здесь сложная техника. А сейчас она еще сложнее. Вот. На мой взгляд, вот это правильно, потихонечку, имея возможности, значит, материальные. Вот. Сократили, так сказать, службы до года, но так это была мечта, так сказать, всех служащих. Вот. Я думаю, что в принципе направление верное. А насколько это как бы в частностях, ну вот я только вернулся, совет общественный, буду вот сейчас активно изучать. Буквально на днях пересматривал, не мог оторваться, ворошиловского стрелка. Вот ваш с Говорухиным совместный сценарный труд и с Бородянским. По вашему выражению, отпрыски довыдрючивались. Подручки, которым вот крутят разум богатство и положение родителей, то, о чем мы уже успели начать говорить. Актуально до сих пор ведь? Актуально. А сколько лет? Я, кстати, хочу сказать, что вот Говорухин, как такой очень, так сказать, скрупный художник, он эту проблему раньше других почувствовал. Ведь фильм-то снимался в 97-м, а затевался вообще с конца 96-го года. И, кстати, в основе этого фильма лежит повесть очень хорошего писателя, на мой взгляд, недооцененного Виктора Пронина. Вот. А мы с Бородянским уже делали сценарную версию. Я лично прописывал диалоги. Меня Говорухин позвал прописывать диалоги. И я вам хочу сказать, что ведь вот тоже к вопросу о цензуре. Вот смотрите. Помните вот эти все статьи в начале 90-х? Вот мы народ раб. Мы вообще, так сказать, холопы всегда у власти. Надо брать пример, так сказать, с американского народа. Свободно. Вот в американских фильмах. Обидели семью. Берет, так сказать. И наказывает. Он коль чудовищного калибра. И не ждет никаких там полицейских, никаких там, значит, внуковой власти. Идет и всех отстреливает. Вот надо как. Тогда все будет нормально. Американцы стреляющая нация. А мы, понимаете, до Тихого океана дошли, понимаете, с пальмовой ветвой. Ну нет. Вот. Значит. И выходит этот фильм, который фактически, фактически, по большому счету, ремейк американского фильма. Обидели, отомстили. Вот. Значит. Вопрос кто? И кому? И за что? И вдруг эта самая либеральная критика, которая только что нас учила американской борьбе, постамериканскую борьбу за свободу, набросилась на нас как свора собак. Вы зовете Русь к топору? Вы наш, так сказать, законопослушный народ учите стрелять, брать в руки винтовку? Вы с ума сошли? Вот вам двойной стандарт. И вот нынешний спор о свободе, это как раз продолжение этой темы. Вот то, что нам выгодно, когда нам дают деньги, и с нас ничего не спрашивают, даже не говорят, смотрите спектакли. Ведь что стоит за, возвращаясь к нашему началу разговора, ведь что стоит за этим, так сказать, бунтом взыскующих свободы художников? Они очень боятся, бунт, они очень боятся, что у них спросят, ребят, а вот вы поставили, потратили казенные деньги, народные деньги, поставили спектакли, которые народу не нужны. Так вы будете как-то объясняться, почему вы за казенные деньги занимаетесь самоудовлетворением своих амбиций, творческих фантазий, как у Богомолу, часто просто болезненных. Вот, это же, почему только с чиновников нужно спрашивать, что они неправильно деньги расходуют? А директор театра, он что, не чиновник? А ведь что сделала, что сделала, допустим, та же новая драма, та же золотая маска, абсолютно таталитаризировав театральное пространство? Они что сделали? Они объявили норму постыдным, никчемным и не имеющим права существованием, так сказать, террористов. Вот что не надо делать. Да, перегибы бывают со всех сторон. Другое дело, что даже не государство в данном случае, а мотоциклисты, футбольные болельщики, общественные объединения, военнослужащих не должны регулировать. Еще хулиганским способом это... Они не должны. Но и демократически возбужденные граждане не должны, набросив петлю на шею, снимать с постамента памятник. Понимаете? Вот. Как это у нас было. И еще раз хочу сказать, что вот это сняли табу, вот с участия вот в этих вопросах широких народных масс, сняли как раз либералы. Просто они очень удивились, что потом это обернулось... Бумеранг прилетел. ...против них. Поэтому я как раз призываю... Я категорически против того, чтобы искусство регулировали мотоциклисты, понимаете? Вот. А пусть они лучше, так сказать, правила дорожного движения соблюдают. Вот. Но я ни разу не слышал от нашей либеральной общественности, включая вот тех режиссеров, которые сейчас, так сказать, бурно взыскуют свободы и денег, хотя бы тени раскаяния за то, что они выпустили этого джина, так сказать... Из бутылки. Из бутылки. Даже тени раскаяния. Вот это родовое проклятие нашего либерализма. Они никогда ни в чем не виноваты. У них всегда виноват народ. Я хочу активно изучить книгу, которую вы принесли в серии «Жизнь замечательных людей». Выходит книга о здравствующем живущем писателе Юрии Полякове с пометкой «Последний советский писатель». Правильно я говорю? «Последний советский писатель». Я надеюсь, что мне в подарок. Конечно. Подпишите. От меня. Это, значит, Малана Гвардия. А как же по поводу того, что большое видится на расстоянии? Нет, знаете, это серия, подсерия «Жизнь замечательных людей». Она называется «Современные классики». Написала ее Ольга Ярикова, с которой я много лет сотрудничал. Она была редактором многих моих романов. Каково чувствовать себя классиком? Знаете, я вам отвечу, как при советской власти. Получив эту высокую награду, я еще острее почувствовал свою ответственность перед нашим обществом, перед дорогой любимой партией. Знаете, на самом деле, почему она такая толстая? Потому что жизнь, в общем, была, я так понимаю, богата на события. Но автор совершенно справедливо решила реконструировать вот эту эпоху 70-х, 80-х, 90-х годов нулевых, которая очень сильно оболгана и искажена. И поэтому добрая половина книги посвящена просто рассказу о том времени. Потому что многим нынешним авторам, авторам, читателям нужно рассказывать, а кто такие были пионеры, а кто такие были комсомольцы, а почему, так сказать, вот было так, а какая была Олимпиада-то. И вот в результате вот этой реконструкции эпохи, на мой взгляд, очень удачной. Ярикой здесь молодец. Она такая стала толстая, хотя, в принципе, и прогресса достаточно. Юрий Михайлович, вот этот подзаголовок «Последние советские писатели», это же не случайно, и вас Михалков назвал в «Последнем советском писателе». Да, меня так назвал Сергей Владимирович Михалков. Причем он назвал, в какой ситуации, мы о чем-то с ним, так сказать, говорили. И он, значит, сказал, что, да, здесь мне звонили по поводу твоей повести, там, ЧП районного масштаба, или что-то, я не помню, по повести, начальству. Я им сказал, что вы Полякова не обижайте, он последний советский писатель, но ты не зазнавайся. Как этот механизм вообще происходит, когда человек ощущает потребность высказываться вот в письменной форме? Это же, наверное, с каких-то малых форм у вас туда пошло? Я стихи начинал, я начинал как поэт, и в школе начал писать стихи, благо советская власть давала замечательные возможности для профессионального роста, были литообъединения, консультации, там специально было постановление партии о работе с молодыми писателями. У вас же и тема диссертации была, военная, фронтовая поэзия. О фронтовой поэзии о Георгии Суворове, значит, замечательном поэте. Именно о нем, или это было как бы о группе? Ну, он как бы центральная фигура, но, конечно, на фоне она называлась Георгий Суворов, творчество Георгий Суворов, к истории фронтовой поэзии. А кого помните, кого любите, кого перечитываете? Я вообще очень люблю фронтовое поколение поэтов, считаю, что абсолютно был прав Наровчатов, когда сказал, что наше поколение не выдвинуло одного поэта, равного Пушкину, но все вместе оно таким вот Пушкиным, так сказать, стал. Ну, я люблю и того же Наровчатова, люблю, так сказать, того же Гудзенко, так сказать, люблю вот эту плеяду и флийцев, так сказать, вот, Недогонова, Межерова, очень люблю Межерова. И, кстати говоря, когда я пришел главным редактором литературной газеты, первое, что я сделал, я сказал, найдите в Америке Межерова, мы напечатаем его новые стихи. Его нашли в доме для престарелых. И да, и до самой его смерти мы печатали его новые стихи. Единственное, мы рассказали в литературной газете... И они были на уровне того старого творчества? Они были на уровне, но они были другие. Там был виден мастер, но это стихи уже другого, так сказать, человека. Его, конечно, вся эта, так сказать, судьба немножко переломала. Вот, и мы единственные, кто рассказали о переносе его праха вот из Америки на кладбище в Переделкино. Вот, так что нет, фронтовая поэзия, она для меня, в общем, дело святое. И я когда вел, кстати, на телевидении передачу, я в 95-м году собрал всех живых тогда фронтовых поэтов. Ван Шенкин был, кстати, литературная газета тоже его печатала до самой смерти, книжку ему дала. Ван Шенкин, Кочетков, там, Белосинская, Викулов. В общем, всех, человек 15 было. Очень замечательная была такая передача. Вот, хорошо бы найти ее и какую-нибудь очередную дать и просто показать. 15 лет вы уже, да, в литературке? Да, уже 16-й год. 16-й год, то есть юбилей уже отмечен. Какие мотивации были у вас тогда и кто сегодня читает в литературке? О мотивациях. Значит, дело в том, что, если вы возьмете наших крупных писателей, они все, кроме писания, чем-то занимались. Чехов лечил, Толстой, как известно, пахал землю. Вот, значит, почти все они, Достоевский, Пушкин, там, я не знаю, остальные издавали горькие, издавали какие-то газеты, журналы и так далее. Это правильно. Потому что писатель постоянно через какое-то практическое дело должен подпитываться от жизни. Как только он замыкается вот так вот, замок из мамонтовой кости, он таким занудой становится, что читать его невозможно. Поэтому это как раз нормально абсолютно. То есть у вас редакторская работа, да? Она меня не напрягает. Только тогда, когда первые, там, два-три года, когда, конечно, литературу было из полного, там, ничтожества поднимать, потому что люди год зарплаты не получали, гонорары, там, два года не платили и так далее. Это были первые годы. Но второй момент, вторая причина почему. Дело в том, что сейчас это немножко выправилось. Но в 90-е годы это был период чудовищно несправедливого и кривого отображения литературного процесса. Когда все, что было связано с постмодернизмом, с либеральным трендом, с какими-то там эмигрантской литературой, освещалось все. Я не против либерального экспериментального крыла. Но есть другое, традиционно почвенническое. Оно замалчивалось абсолютно. Когда я пришел в литературную газету, я выяснил, что фамилия Распутина в газете не упоминалась 10 лет. С 91-го по 2001-й. Белова тоже. В чем тут дело? Тут был раскол очень жесткий идеологический. Потому что, если мы с вами помним, то как раз вот эта либеральная ветвь нашей, так сказать, культуры, к сожалению, она всячески, если не поддерживала, то, во всяком случае, весьма спокойно относилась к тому, что Россия стремительно теряет суверенитет, как экономический, так и политический, и полностью ложится под западную, так сказать, цивилизацию, так мягко назовем. Лишается своей особой цивилизации. А как раз вот это, скажем так, почвенническое крыло, оно было категорически против этого. И Распутин был в известной степени лидер этого, так сказать, противостояния, вот, и так далее, и так далее. И здесь был раскол чисто политический. Он был очень-очень острый. Поэтому ведь с Распутиным и с нашим вот этим направлением боролись не как с художественным феноменом. Если бы только речь шла о художественном феномене, да хрен с вами. Вы хотите писать про деревню? Пишите. А в том дело, что вокруг нас консолидировалась та часть общества, которая не хотела становиться, извините за грубое выражение, американской подстилкой. И поэтому, как бы, вся мощь тогдашней, так сказать, государственной идеологии, находившейся в руках либералов, была направлена против нас. Потом, с приходом Путина, ситуация изменилась. Вот, как бы, так сказать, Россия стала на политическом уровне возвращать свой суверенитет, о чем президент наш неоднократно говорил. И оказалось, что мы были не такие уж мракобесы, махнорылые. Оказалось, мы вот даже предвидели будущее направление развития России. Вот в чем так взяло. А писательство здесь ни при чем. А можете вот в двух словах сформулировать, там, для наших телезрителей, а в чем была суть такой нелицеприятной переписки вашей издавой Солженицына? Могу, конечно. Значит, я выступил вот по какому поводу. Я сказал, дорогие друзья, вот объясните мне, пожалуйста, почему... Это был 2014 год. Мой, кстати, юбилейный год, и он прошел под знаком проклятия, так сказать, мой адрес. Значит, объясните мне, почему юбилей столетия Солженицына, который будет праздновать в 2018 году, уже даже циркуляры разосланы на места с требованием предоставить план мероприятий и так далее, юбилейных. Кем разосланы? Ну, кем разосланы? Властью. Властью. Да. Вот. Поскольку какая была установка, было принято постановление, все. Но ведь до, в 15-м году, юбилей Константина Симонова, очень крупного советского писателя, одного из самых известных советских писателей, ни слова об этом юбилей. Ну ладно, вам не нравится Симонов. А Горький в 17-м году, 150 лет, ни слова. А Тургенев 200 лет, до 18-го года, ни слова. Я говорю, дорогие друзья, вы что хотите сделать Солженицына писателем всех времен и народов? Гомер и сразу Солженицын пошел. Ну это же неправильно. Тургенев вообще вне политического контекста. Там не поспоришь. Ну конечно. Просто гений. Но это же неправильно. Вы почему это делаете? Потому что он был в эмиграции и какое-то время в борьбе с Советским Союзом был на стороне американцев. А был такой период, его даже странно отрицать. Сати-то его все же есть и выступления на эту тему. Вот. Значит, вы хотите нам сказать, что если вы хотите славы в стране, если вы хотите признания в стране, вам обязательно надо расплеваться со своей родиной, уехать, поплевать в нее оттуда, потом триумфально вернуться и стать памятником, понимаете? Тогда у вас никогда не будет писателей-патриотов. Никогда не будет. Потому что все будут уезжать, плеваться, потом триумфом возвращаться. Вот. Даже будут без всякого повода это делать. Как во многом сейчас вот эти наши борцы за финансовую свободу, самостоятельность, понимаете? Под видом борьбы с цензурой. Как в этом контексте замечательно, что... Ну, на меня навалились. На меня навалились. Но. Но. Сразу же приняли постановление и по Симонову. А Симонов был, в общем, редактором литературной газеты одно время. И по Горькому, и по Тургеневу. Следовательно, несмотря на все плюхи, которые на меня навесили, выиграл-то я. Подставились не зря. Выиграл-то я, не зря подставил. Слушайте, а в этой связи как замечательно выглядит то, что новоявленный Нобелевский лауреат не приехал за премией? Потому что он тоже читал ныне здравствующих великих писателей и скромно остался в стороне, отключив телефон. Будучи гениальным поэтом американским. Ну, замечательно. Но вообще, я надо сказать, что уже к Нобелевской премии после Алексеевича лично я отношусь абсолютно с юмором. Потому что я очень хорошо знаю Алексеевича. Я с ним вместе получал премию Ленинского комсомола в 86-м году. Я получал за ЧП районного масштаба. Она за свою, так сказать, публицистику. Ну, понимаете, после этого можно назначить любого блогера. Вот так вот ткнуть в экран, сказать. А вот ничего вроде, да. Русских не любят, не любят. Россию не любят, не любят. Ну, чем не лауреат Нобелевской премии? В памяти каждого человека есть тупик позора, бульвар добродетели, проспект взятых вершин, проезд обманутых надежд. Это взято из этой книги, из Трубача. Есть цитата, это из Трубача. Да, в этой книге приводится цитата. Каких проспектов, тупиков? Ну, вы знаете, конечно, есть и тупики позора, как у всякого человека. Когда ночью проснешься, ему говорят, понимаешь, что он говорит, не знаю, зачем я это в 23 года сделал, вообще непонятно. Я сейчас, кстати говоря, пишу на эту тему такую мемуарную повесть, называется «Как я был сатрапом». Дело в том, что я был в то время назначен, как молодой коммунист, председателем партийной комиссии по персональному делу коммуниста Солоухина. У него тогда перехватили рассказы, которые он на Запад пытался передать. И вот всю эту историю в нюансах я рассказываю в этой повести. Потому что я, кстати говоря, когда мне говорят, что я идеализирую свою эту скуласть, я ее не идеализирую. Просто я против того, чтобы ее делать хуже, чем она была. У нее и так было проблем достаточно. Но у меня есть, в общем-то, проспекты озарений. И, в общем, я вот только что вернулся из Баку с премьеры в русском театре. Кстати, впервые, там чуть ли не за 25 лет поставили современную... Российскую драматургию и драматургу Полякова. Ни одно информационное наше агентство об этом не сообщило. Если бы там поставили Улицкую, сообщили бы все. Вот вам к вопросу о цензуре. Значит, и вот я когда смотрел эту комедию, написанную мной еще 15 лет назад, и как ее принимали там, и все. Вот я переживал, так сказать, я, можно сказать, сидел в оранжерее самообольщение, скажем так. Но потом я вернулся в Москву и попал опять, значит, в проезд каждодневного труда. Вот этих проездов каждодневного труда, конечно, в жизни больше всего у меня. Ну и чтобы там были эти проспекты озарений, которые дарят потом вашим читателям новые романы. Ну и чтобы была окружная дорога любви. Окружная дорога, постоянно, причем чтобы не одно кольцо. Я благодарен, что сегодня вы нашли время зайти ко мне на чай, дорогие друзья. Напоминаю, сегодня в программе «Звезда на звезде», писатель, публицист, драматург, главный редактор литературной газеты, член общественного совета при Министерстве обороны Юрий Поляков. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова